Это видео про строительство дома за 500 тысяч в компании Домстрой.Про. Находится выставка их на станции метро Домодедовская. Вот адрес Каширское шоссе, владение 63. Мы туда приехали, выбрали вот такой вот домик и заключили договор на стройку. Вот договор. В доме мы немножко поменяли кое-что. У нас вот эта веранда будет находиться вот в этой части и вход будет вот с этой стороны. Вот так же мы перенесли несколько окон. Вот, а в целом план у нас вот такой дома, то есть лесенка будет вот здесь, напротив входа. Веранда будет так и стоять и лесенка будет вот здесь. Всем привет! Сегодня 6 мая, мы на даче. Сейчас майские праздники. Мы вчера приехали в ночью. Приехали с доченькой, доченьки моей, Милочке, уже 3 недельки. Вот. В дороге она всю дорогу спала, все хорошо было. Приехали мы на дачу. У нас сейчас тут разбирается старый дом. У нас было два дома. Один большой, один маленький. Сейчас покажу, как это все выглядит. Наш большой дом. Двухэтажный. И еще у нас был маленький дом, тоже такой же голубенький. Но он был одноэтажный с чердаком. Типа как вот этот вот бордовый. Он вот такой же был, только голубенький. Вот. Его разбирают нам. И вот сколько у нас мусора. Эти деревянные доски на дрова можно попилить. Там рубероид и утеплитель. Железо должны будут забрать парни, которые сдают железо за деньги. Вот. Это наша дачная коляска. Она как танк. У нее очень крутая проходимость, все кочки. Вот. И тут наша доченька. Сейчас мы посмотрим, как мы спим. Вот она моя хорошенькая. Милочка моя. Моя миласка. Она спит. Вот в таком кулечке завернута. Я ее завешиваю сеточкой, чтобы к ней там никакие мошки не залетели. И катаемся. Вот. С этой стороны дома у нас еще до хрена окон. Какой-то утеплитель нам строители замотали. Но это все выкидывать. Надо будет показать коты. Кстати, у нас зимой сломались качели. Мы забыли их убрать на зиму. И крыша от тяжести снега, в общем, сломалась. Вот. И вообще ткань вот эта она выгорела. И очень хрупкая стала. Придется мне сшить новую ткань. Вот. Сейчас еще прикол покажу. Здесь висел у нас гамак. Между вот этими деревьями. Вот. И чья-то жирная жопа его, в общем-то, сорвала. И он так и висел, в общем-то, в таком состоянии. И мы приезжаем, а тут вырос крип на дереве. Болячка. И эта веревка вросла так мерзко вообще. Никто не хочет это удалять. А тут у меня, кстати, мои ракушечки. Вот. И вот это вот тоже лобное место Костиное. Тоже будем это все в контейнеры выкидывать, эти камни. Вот. Хочу красивенький мангал придумать, чтобы... Как... Я не знаю даже, как таки мангалы называются. Как с печью, чтобы можно было именно запекать что-то внутри. Вот. В общем, не знаем, за что браться, за что хвататься. Потому что мы еще и с доченькой, во всяком случае, и я. То есть я буквально успеваю только разогреть еду, которую я дома приготовила. И помыть посуду. Все остальное время я с доченькой. Вот. Так что в процессе. У нас будет новый дом на этом месте. На месте старого, который мы сносим. Надеюсь, этим летом уже его построим. Буду потихонечку это все снимать. Сегодня 13 мая. Милочки сегодня, мои малышки, один месяц. Вот. Сегодня суббота мы приехали на дачу. И сейчас покажу, что с того последнего раза изменилось. Здесь при входе забрали почти все стекла. Осталась одна рама и арголиты, несколько листов. И вот эту трубу еще не забрали на мусор. Вот. Эти камни тоже не забрали. Они еще тут лежат. Вот. Это гора досок. Тоже никто не забрал. Хотя мы написали объявление, чтобы забрали на дрова. Но забрали одну маленькую часть. Бесплатно. И все это лежит. Не знаю, куда это девать. Вот. И что тут рабочие доделали? Полностью разобрали уже дом. То есть забрали все кирпичи там. Осталось от фундамента буквально там несколько блоков только. Это Костя, в принципе, сам их выковыривает. Вот. Но вот это вот все барахло не забрали. Это тоже все еще валяется. И гора железа. Хотя железо тоже должны были бесплатно забрать, чтобы на металлолом сдать. А вот мелочка после дороги спит. Мы только приехали. Я сразу в коляску. И улюлюкала. Вот он гномик смешной. Маленький гномик. Надо ужманом прикрыть. Всем привет. Прошла еще одна неделя после последнего визита дачи. С тех пор строители почти ничего не сделали. Они только выкопали там последние блоки. И Костя разровнял землю. Сейчас покажу участок. Костя еще покосил. Вот. Начал жечь доски, потому что их никто не забирает. Вот. И сейчас мелочку покажу. Но она правда спит. Вот мелочка. Она пока что спит. Потому что она всю ночь не спала. Вот она маленькая. Вот так я переобозь. Тут у нас коляска помещается на верандочке. Велик. И косилка. Ну, косилку Костя вчера просыпал. Не заметил, что там трава была. Вот. Я выхожу из старого дома. Тут ступенечки. Тут у нас кошки пьют. Иногда кормом покупаю. Вот. Столько досок много. Костя потихонечку их жжет. Принес бочку на середину участка. И жжет эти доски. А вот как выглядит теперь это место, где был старый домик. Тут он разровнял землю и полил водой вчера. Чтобы она так затрамбовалась. Он еще трамбовал бочку, катал. Вот. А строители выкопали вон те четыре огромные блока. И Костя сам их, короче, вот отсюда туда тащил. Фу, 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 фу. Дымом пахнет. Вот. А еще наш Костюнь немного приболел. Но, тем не менее, все равно работает. Да, Костюнь? Да. Настоящий мужчина. Все ради семьи. Чтобы у нас была красота на участке, да? Сейчас дом построю, дерево уже посадил. Дочь. Дочь воспитываю. Родил. Родил. Это моя жизнь. Вон там вот наша машина стоит. Вот наш домик. Вот мы думаем, пока его не сносить. Потому что, во-первых, снос стоит денег, вывоз мусора тоже. И места как бы нет. Это будет еще в 10 раз больше гора, чем эта. Плюс в нем пока вещи все. Пока будем обустраивать новый дом, он будет у нас стоять. И вот, может быть, мы его даже... Может быть, даже мы его и отремонтируем. Сделаем новый фундамент, окна. И снаружи отделаем отделочку. Типа сайдинга или еще что-нибудь. Вот. Тут у нас будет этот дом стоять. Это у соседей баня. Вот наша баня. Кстати, могу показать нашу баню. Сейчас там немного бардак. Но ничего. Тут у нас ступенечки. Этот коврик из Икеи натуральный. Это стол Костя сам сделал. Это картина. Друг моего брата рисовал, Паша Рамазанов. Тут, получается, включатель в туалет и ванну. Тут туалет. Тут душ. Сейчас свет включу. Мы вчера просто мелко упали в мяте. Заваривала и мяту. Еще ничего не убрали. В общем, тут нагрев воды. Всякие вещички для бани. Там мочалочки, фен. Тут зеркало с прищепками. Вот. И такая вот у нас душевая тут. Душ был там у нас прикручен. Осенью. Вернее, в прошлом летом Костя делал. Но за зиму что-то там все сломалось. Из-за того, что вода была внутри. И лопнула от того, что заледенела. И пока что у нас временно так висит этот кран. Вот. Пока не до этого. Сюда я занесла все лопаты. Пока что не знаем, где хранить будем все для двора. Кстати, вот эта лампа керосиновая, она работает. Мы ее иногда летом включаем. Тут у нас дверка в баню. Вот. Две лавочки. Я тут сюда разуваюсь. Тут у нас чистенько. Вот. Вот такие вот лавочки. Я их застилаю. Потому что мне как-то это... Жалко. На них потеть. И листва, когда веником бьешься, летит. Тут термометр. Сейчас, кстати, тут 21 градус показывает. Или 20. Вот. И вот так выглядит печь. Это для сауны. Харби. Очень хорошо она нагревает. Вот под ней, правда, тазик ставим. Потому что мы туда воду с аромомаслами подливаем. И она как бы капает. Сразу вся вода не испаряется. Немного капает. Чтобы пола у нас ничего с ним не было. Хотя, в принципе, пол он пропитан. Специальная пропитка для бани. Но я просто все застелила. Потому что мне лень подметать потом. Вот. Так раз вынес, вытряхнулось все. Вот. Баня тоже Костя сам делал. Там внутри такая железная подложка. Идет под деревом. То есть тепло, чтобы сохранялось. И утеплено. Получается тут, я не знаю, 5 или 10 сантиметров утеплителя проложено. А тут у нас, получается, возле бани вот такой вот шкаф. Вот. Свет я включила. Свет просто лампочка. И там всякие строительные штучки. Тоже порядка пока нет. Пока будет стройка, я ничего тут не буду наводить порядок. Потому что Костя всем этим будет очень активно пользоваться. Еще у нас там несколько упаковок плитки серой. Вот я думаю, что мне из нее придумать. Будем потом делать дорожки. Или деревянные, или из цемента. Пока не решили. Может быть, даже вот этой серой плиткой я что-нибудь выложу керамической. Да нет, керамической нельзя. Почему? Ну, потому что она тонкая. Ну, значит, что-нибудь из нее я придумаю. Вот. А тут еще у нас эти деревья зацвели. Вишь? Ой, тьфу ты. Вот это желтая слива. А вот это терн. Такая мелкая. Фиолетовая такая мелкая слива. Но я вообще ее не люблю. Потому что она бывает червивая. И все такое. А тут будут цвести тюльпаны. Когда они сцветут, мы все тут покосим. А вот это мои любимые будут пионы. И вот тут еще пиончик. Вот. Тоже потом засниму, как они будут цвести. Ну, в принципе, все. До следующего выходных. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...